Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе возглавил божественную литургию во Владимирском соборе Кронштадта. Великолепный трехпрестольный пятикупельный храм, построенный в XIX веке, вмещал более трех тысяч человек. Закрытый и опустевший в советские годы, он чудом сохранился до наших дней. Возвращенный в луно православной церкви, возрожденный и обновленный, сегодня собор принимает ежедневно сотни прихожан. Каменный собор Владимирской иконы Божией Матери возводился с 1876 по 1880 годы по проекту Давида Гримма на месте сгоревшей деревянной церкви, построенной в 1730 годы. Этот храм с непростой историей и судьбой. Именно здесь долгое время размещалась самая первая и главная святыня города – Владимирская икона Божией Матери. Собор много пережил в советские годы. Неразрушенный во время революции и войны, он едва уцелел в мирные 60-е. Сегодня храм является памятником архитектуры. К 300-летнему юбилею Кронштадта собор засиял во всем своем великолепии. Прихожане впервые встретили митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Это пасхальное знакомство останется надолго в их памяти. То, что я увидела митрополита в Арсенофе, услышала его голос. Когда входил он в храм, его улыбка. Добро от него исходит. Тихий такой голос, умная речь. Поэтому счастье огромное. Приход Владимирского собора очень дружный. Как говорят прихожане, благодаря мудрым батюшкам они духовно возрастают. Каждый воскресный день собор наполняется людьми. Они совместно молятся и причащаются. На исповедь к священникам выстраиваются очереди. При храме действует скаутское движение для детей. Недавно организован молодежный клуб. Ребята и девушки читают и обсуждают Евангелие, учатся петь на хлиросе. Это очень плодородное духовное место. Мы очень любим наш храм и с удовольствием ходим сюда каждое воскресенье и на другие службы. Поздравляем с Пасхой всех православных. Кронштадт – город воинской славы и особое святое место. Горожане уверены, вся земля здесь освящена молитвой, служением и трудами праведного Иоанна Кронштадтского. Семья Ветлогиных приезжает в родной для них приход из Санкт-Петербурга. Храм – это настоятель прежде всего. Поэтому мы к нему тянемся. Потому что это то духовное, что он нам дает. Мы вот за этим сюда и приезжаем. В проповеди митрополит Варсонофия, опираясь на Евангелие, рассказал о дружбе и о том, какие должны быть рядом с нами друзья. Друзья, которые преодолели уже грехи, которые имеют опыт борьбы с выстрастями, с грехами и вышли победителями, вот таких друзей-попутчиков по жизни иметь не грешно. Потому что многие только начинают в храм ходить, не знают, как первые шаги сделать, как креститься, как молиться, как причащаться. И вот человек, который уже знает, неплохо такого человека иметь другом, собеседником, сатаинником в своей духовной жизни. Вот такие люди помогают нам идти в Царствие Божие. Потому что с каждым, с кем поведешься, от того и наберешься. Всем желаю помощи Божьей от воскрешего Господа, всем хорошего духовного настроения и успеха в вашей духовной жизни. Ваше высокопреосвященство, дорогой владыка, я надеюсь, что мы други ваши и други Господни. Настоятель собора, протерий Святослав Мельник, преподнес митрополиту икону праведного Иоанна Кронштадтского. Батюшка Небесный, покровитель города, освящал кресты для собора Владимирской иконы Божьей Матери.